Выйди вон из моего дома, Эйлюль. Или та красавица, которая мило спала на фотографиях, это не ты? Я что ли неправильно помню? Уйди отсюда и до того, как я всё расскажу Джунейту. Не надо больше загрязняться в его глазах. А тебя это так волнует? Разве не ты унижала меня в глазах Джунейта? Позорила? Прогибала? Фотографии вылезли из полки Тунча. Я их только нашла. Мне кажется, перед уходом отчитай-ка Тунча за это. И... Как ты всё ещё можешь оставаться вообще в этом доме, а? Что между вами происходит? Я знаю, в чём твои намерения, Эйлюль. Хочешь других приравнять со мной и избавиться от меня? Да. Я хочу от тебя избавиться. Потому что ты как чёртово провидение. Тебе уже нужно понять, что ты для всех мертва и не имеешь ни для кого значения. Значит, ты боишься какого-то привидения? Да. Возможно, я не имею значения для других людей. Но я имею значение для тебя, Эйлюль. Не путайся у нас под ногами. Уезжай к чертям собачьим. Я не позволю, чтобы ты у меня прямо перед глазами врал о Джунейту. Я никуда не отправляюсь. Риде, ты испытываешь мое терпение. Посмотрим, сможешь ли ты быть такой же смелой, когда я эти фотографии покажу Джунейту? А меня это не волнует. Иди и покажи эти фотографии тому, кому хочешь показать. Сегодня я не пойду в компанию. Есть кое-какие дела. Разберусь с ними и вернусь. Ладно. Отец? Ты говорил вчера, что поговоришь с Кеманем. Что случилось? Я поговорил. Он всё ещё зол. Ну да, он прав. Я столько всего сделал. Жизнь ему отравил. Слушай, в этот раз... Я серьёзно, сынок. Ой, ты же постоянно спрашиваешь про это. Позволь, я поговорю за тебя. Слушай, не надо всё усложнять, ладно? Это между мной и Мехмед Кеманом. Не хочу вам тоже портить отношения. Говорю же, я всё улажу. Давай. Ты тоже езжай в компанию. Удачи. Папа опять что-то замышляет. Он пытается поверить, сынок. Ты веришь в это, мама? Да и он и так очень расстроен. Всё-таки сожалеет за то, что он сделал. Он тоже уже больше не может это вынести. Так эта ситуация и разрешилась. А ты как? Кажется, шея уже выздоравливает. Выздоровела. И вчерашний ужин пошёл на пользу. Это была идея Илюль. Это помогло всем нам. Как ваши отношения с Илюль сейчас? Стараемся всё устаканить. Ты не волнуйся. Дженейт. Если у тебя есть время, хочу кое-что с тобой обсудить. Конечно. Да. Ничего не трогайте. Закрывайте там всё. Я сейчас приду. Хорошо. Увидимся. Мам, мне нужно выходить. На фабрике возникла проблема. Давай потом поговорим, ладно? Что-то серьёзное? Не знаю. Пойду сейчас и посмотрю. Дженейт. Нам обязательно нужно поговорить. Хорошо. Увидимся, мама. Сестра Зухра. Всё нормально? Всё нормально. Мы с Дженейтом помирились. Как прекрасно, наконец-то. Но мне некомфортно на душе Назире. Но я всё ещё не смогла сказать ему, что господа Джанан пришла сюда и поговорила о Фериде. Как это? Дженейт что, не знает, что между Фериде и господином Актершем ничего нет? Господин, он с мамой говорил, чтобы мы не говорили ему. Сестра, после всего, что случилось, если Дженейт от другого человека узнает, будет настоящий скандал. Да, знаю, он очень разозлится. Только хотела ему сказать. Ему позвонили, и вот он нашёл. Скажи же, Назире, я опять прогорела. Ты уходишь? А ради не слишком рано? Кеман, пожалуйста, не надо так. Слушай, хочешь кричи, ругай, но... Не надо так меня наказывать, прошу. Пожалуйста, посмотри на меня. Не относись так ко мне. Ты мне наврала, Бахар. Я была вынуждена. Отец не хотел, чтобы ты мне сказала. Потому что он знал, что я не позволил бы тебе. Ну а ты почему это сделала? Потому что... Он твой отец. Он не мой отец, Бахар, а? Пойми уже это. Мы вычеркнули друг друга. Не говори так. Это же несправедливо. Что? Ты несправедлив к своему отцу. Боже мой, Кадер. Хватит сходить у меня над головой. А что ты делаешь? Да нет, ничего. Кадер. Ладно, все, я не выдержу, я расскажу. На самом деле, вчера должна была тебе рассказать, но... Кадер, я сказала... Кое-что странное случилось. Странное? Что случилось? Усман Кузам вчера к нам пришел. Папа пришел. Надеюсь, он не устроил скандал. Все наоборот было. Я выходила из дома. Тогда мы с ним и пересеклись. Но он был очень странным. Кадер, как это было странным? Расскажи мне это, а. Он извинился перед сестрой. Что? Мой отец извинился. Я клянусь. Как я пропустила эту сцену, черт меня подери. Мама рассказала мне. Ты сидишь и не понимаешь, что происходит перед тобой. Ильюль. Значит, те люди устроили тебе ловушку, чтобы Тунч рассекретил все. Он отправился в полицию, так? Да. Люди, которые на фотографиях, разыскиваются полицией. Детка, Тунч тебя умело обманул. Сделал тебя своей игрушкой. Открой глаза уже, а. Мне это ты говоришь? Ты сейчас думаешь о моей благе, что ли, Ильюль? Слушай, пойми же, тебя просто заставляют кричать на меня. Делают своей пешкой. Ну а ты что делаешь? Разве не угрожаешь мне, что ты покажешь эти фотографии Джунейту? Так иди и покажи. Я никого не боюсь. Меня это даже не волнует. Пошла вон из дома. Ты за это дорого заплатишь. Я тебя предупреждала. В этом мире, я потеряв Джунейта, дорого поплатила себе Ильюль. Иди давай. Иди и играй в свои игры. Давай, вон отсюда. Хватит уже, Бахар. Сделаю же больно тебе. Вообще, ты понимаешь, что говоришь? Ты бы хотя бы выслушал своего отца. Я же не говорю его сразу же простить. Но если он сожалеет за все действительно, он и тебя обманул. Как ты можешь верить ему? Кто знает, чего он на этот раз пытается добиться? Я же не говорю, что я верю. Он захотел, ты поэтому к его ногам пришла. Ты наврала мне, Бахар. Не будь настолько безжалостным. Я ведь ради нас. Ты говоришь о безжалостности? Как ты могла забыть? Может быть, в магазинчик наш отец поджег? Может быть, твоя мама доказалась в такое состояние именно из-за моего отца? То есть мы сделаем все в точности наоборот, чем хочет Кемаль. Разве что он вычеркнул своего отца? То ты обнимешь Асмана Козана. Как-никак. Человека, который поджег в магазин, задержали. Раскрылась, что это не сделал твой отец. Он этого не делал. Откуда ты знаешь? Может быть, это очередная игра отца, а? Кемаль, хватит уже. Хватит. Что я должна была сделать? Скажи мне, что я должна была сделать? Твой отец говорил, что он сожалеет. Что я должна была сделать? Скажи мне. Я выросла без отца. Прекрасно знаю, каково это жить без отца. Не хотелось, чтобы ты проживал то же самое. Пока твой отец жив, я хочу, чтобы ты был рядом с ним. Ты его не смогла узнать. И самое ужасное. Ты меня тоже не узнала. Бахар? Доченька, что с вами происходит? Первый раз вы так ссоритесь. Не надо плакать. Посмотри на меня. Скажи мне правду сейчас. Вчера. Что тебе сказал Осман Козан? Я возьму? Пока будете ждать. Будете что-нибудь пить? Не откажусь от кофе. Серьезно, что ли, Лилдис? Поверить не могу. Значит, в итоге отец и сын помилятся, да? Ой, слава Всевышнему. Он ведь мне эти дни показал. Добро пожаловать, господин Осман. Привет, Назире. Господин Осман. Приехал журналист. Журналист? Вроде ежедневник конкары или что-то такое, я не запомнила. А. Да, должны были приехать. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Осман. Присаживайтесь. Ты здесь опять? Соскучился по мне, что ли? Ты сказал Ферде, что по псогласию обратился в полицию, и она поверила, да? То есть ты к Ферде заходила? Да, я оттуда. А сейчас я пойду и все Джинейту расскажу, что Ферде промышляет за его спиной, а ты ее куратор. Посмотри на меня. Хватит уже вести себя так, будто я в одиночку проворачиваю эту игру. Вчера ты мне в ноги кланялась, чтобы Ферде ушла. Умоляла меня, чтобы Ферде оказалась в постели Селима. Не думаю, что ты оправдана от того, что ты переспала с Джинейтом. Ты по горло в этой грязи. Я как по маслу смогу выкрутиться из этой ситуации. Когда Джинейт увидит эти фотографии, у него не останется ни капельки чувств к Ферде. 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 Уходи отсюда. Фериде, я захожу. Что ты делаешь? Я уезжаю. Не глупи. Пусти меня. Ладно, все, успокойся. Что случилось? Расскажи мне. Сегодня утром пришла Илюль. Она сказала, что те фотографии покажет Дженейту. Она сказала, что мне это не волнует. Сказала, иди покажи. Выгнала из дома. Ну и? Ну и в итоге, Дженейт, увидев эти фотографии, начнет меня больше ненавидеть. Хорошо, но почему ты тогда так сказала? Я не знаю. Внезапно захотелось избавиться от него и от всего. Ладно, Фериде. Ладно. Подожди ты, подожди. Я разберусь с этим. Атеш, хватит уже. Я уже чувствую себя какой-то куклой. Позволь мне решить этот вопрос. Если я не смогу его решить, завтра уйдёшь. Я не буду мешать тебе. Хотел бы с другими членами Симы и встретиться. К сожалению, сегодня не получится. У нас так будет совместная встреча. А когда? В течение двух недель сообщим. Мы сможем застать всю семью? Ваш младший сын Кемаль тоже будет? Конечно. Вся семья будет перед вами. Мы слышите о том, что господин Кемаль покинул компанию, отказывается от своих акций. Более того, даже мы слышали, что вы отказались от него, как от своего сына. Это конкуренты придумывают чепуху. Семья Кузанов привязана друг к другу. Жены моих сыновей, мои дети. Мы как кожа и ногти. Никто нас не сможет разлучить. И после взрыва фабрики много сплетней пошло. Что раненый сотрудник был без страховки, суд продолжается. Это ту же чепуха, которую придумывают конкуренты. На протяжении всей своей жизни я никого из своих работников не лишал страховки. Все? Да, все. Тогда увидимся на общем мероприятии. Спасибо, что выделили нам свое время, господин Усман. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok У нас с тобой было соглашение, Илюль. Что происходит? Успенись-ка. Я тебе говорил держаться подальше от Тереде, но ты свое слово не сдержала. Не я испортил соглашение твоей маленькой Лолита. Угрожала мне, что покажешь фотографии Дженейту. Нормально разговаривай. Нет, еще чего. Ты что меня будешь чуть как с людьми разговаривать? Если ты покажешь эти фотографии Дженейту, я пойду и все расскажу ему. Что ты развлекала меня за деньги. Более того, что ты со мной переспала тогда. А то дуировки бабочки у тебя на теле. Я все расскажу. С чего ты взял, что мы спали тогда? Я же тебе сказал, ты заснула, а я ушла. И я в это поверил. Дженейт тебе не поверит. У тебя нет никаких доказательств. Я не Фериде. У тебя не получится заткнуть меня. А с чего ты взяла, что у меня нет доказательств? Дженейт все увидит своими глазами. Своими. И что это значит? А, и кстати, ты так никогда не сможешь стать Фериде. Запись у него на руках. Стой, подожди. Молодец. Начала-таки приходить к тебе, да? Да блефуешь ты все. У тебя ничего нет на руках. Тогда чего ты так сильно боишься, а? Я всегда обеспечиваю себя безнапасностью. Фериде я тебе не дам. Ясно тебе? А, вот тебе доказательства. Что это? Твое тайное показание. Ты сказал, что той ночью мы с тобой были вместе. Это должно было остаться скрытым. Потому что им должно оставаться только то, что ты делаешь, Эйлюль. Если будешь смирно сидеть, то я не скажу Дженейту, что мы с тобой спали. Ты в тайное показание сказала, что мы с тобой три года назад спали. Более того, ты расписалась за свои слова. И если он увидит эти бумажки... Твоей жизни, Эйлюль, придет конец. Алло, Дженейт. А, хорошо. Я как раз собирался с тобой встретиться. Хорошо. Я сейчас приду. Да. Что скажешь? Брат Али, твой чай. Хорошо, спасибо. Эй, сюда посмотри. Я тебе говорю, богатенький. Что нужно? Ты мой автобус-то вообще мыл? Я утром все помыл. Нехорошо сделал. Еще раз помой. Ты что несешь? Уму непостижимой, ей-богу. Послушай меня. Как бы это ни стало какой-то новой игрой. Этот человек ведь не угрожал тебе, правильно? Да нет же, мама. Почему ты мне не веришь? Да я-то верю. Да откуда мне знать? Ну, то, что он внезапно захотел помириться. То, что стал тебя признавать своей невесткой. Он же вчера, когда пришел, все рассказал. После того, что было пережиться с мамой из Украины, он понял свою ошибку. Он сожалеет. Хорошо, но... А ваша утренняя ссора с Кемалем? Кто как ты этого человека защищала? Слушай, пойми же, Бахар. Ты внезапно нам начала защищать Усмана Кузана. Да хватит уже, ради Всевышнего. Что, я с утра зря что ли разговариваю, а, Господи? Да ладно. Ладно. Не злись. И ты сильно давишь на Кемаля. Слушай, они же отец и сын. Между ними вставать не нужно. Пострадаешь ведь ты. Господин Осман? Вы отправляетесь к Кемалю? Ты откуда знаешь? Даже если ты не будешь рассказывать, я найду способ узнать. Слушай, разве так можно? Если что-то плохое случится, ты не будешь ждать и минуты. А если что хорошее, останешься скрытым таким. Назире тебе рассказала. А если тебя ни капельки, дорогой, не касается. Самое главное то, чтобы помирились. Пусть мой Кемаль вернется домой, мне больше ничего не надо. Подожди ты. Мы еще к этому не пришли. Осман, ты же это делаешь не для встречи с журналистами, правильно? Зухре. Я хочу, чтобы наш сын вернулся домой, к нам, вот и все. Я тоже молюсь только об этом. Осман. Может, я тоже пойду? Ну, быть может... Он видит меня и размякнет? Ну, давай. Пойдем за хрикатон. Пойдем за효 maniac. Спасибо. О, cielMB εί. А теперь их пойдем за хрикатон. Как? Поэтому, что за хрикатон там в салют? Слушай, всего лишь автобус нужно помыть. Ты это не можешь сделать, а? Берат. Братец, держи его у себя, я не хочу вмешиваться. Но ты прямо напрашиваешь, чтобы тебя повели. Ты много не разговаривай, делай то, что я говорю. Начальник мне доверил сегодня все. Все, что я скажу, ты будешь делать. Я знаю, почему ты, подонок, так делаешь. Ты довелся от такого состояния. Дружба закончилась. Теперь мы с тобой враги. Поэтому либо помой сейчас автобус, либо увольняйся. Ты ведь думаешь, что такими простыми выходками ты сможешь меня сломить? Жаль мне тебя. Отойди. Слушай, ну проще дороги, а? Внутри себя тоже помой, Кемаль. Ведь самое главное, это внутренняя красота, правильно? Слушай, я не уволюсь. Я не уволюсь. Не я уйду, а ты. Ты уйдешь. Я знаю, что вы ждете от меня объяснения, Джунейд. В последние дни я был немножко загружен. Под другим делом был вынужден выезжать за город. Госпожа Ильюль, наверное, рассказала уже, как мы встретились с ней три года назад. Да, она рассказала, что это был деловой ужин. Да, это было деловое собрание. Ты ведь поговорил с господином Реджепом? Хотел с вами только все согласовать. Как я и сказал, три года назад повезло, что мы встретились на одном зловом ужине. Я не смог, однако, ее вспомнить, потому что она выглядела иначе, особенно прическа. Понимаю. Но все же понимаю, что это тревожит. Я никого не виню. Что случилось, то случилось. Будем смотреть вперед, ладно? Мне уже больше нечего здесь делать. Я вам доверяю. Вы максимально успешны в своих делах. Спасибо. Но я принял решение вернуться в Стамбул. И делами теперь буду руководить оттуда. Как знаете, переживать вам не нужно. Я знал, что вам могу доверять, поэтому и ухожу. Надеюсь, я хотя бы немножко не смог поутихомерить ваше волнение.